По способу питания, грибы похожи на животных, им нужны готовые питательные вещества. Сами, как это делают растения, они их синтезировать не умеют. Поэтому для получения готовых питательных веществ, некоторые грибы имеют дружеские отношения с растениями. Грибница тесно срастается с корнями дерева, обеспечивает его дополнительно водой и минеральными веществами, а от дерева получают необходимые органические вещества для своего питания. Такие взаимовыгодные отношения с деревьями имеют многие шляпочные грибы, подберезовики, подосиновики, белые грибы и другие. Другие грибы паразитируют на растениях, то есть используют органические вещества растений, ничего полезного не отдавая им взамен, чем наносят растениям значительный вред. Встречаются грибы паразиты животных и человека. Есть грибы, которые поселяются непосредственно на питательных для них субстратах, хлебе, сыре, варенье и питаются ими. Встречаются даже хищные грибы, которые охотятся на мелких червей нематод. У этих грибов для ловли добычи на грибнице есть петли и капельки клеющего вещества. Как только нематода попадает в кольцо или петлю, то сразу начинает сопротивляться, пытаясь освободиться. Чем активнее движение, тем в большее количество колец и петель попадает червь. Часа через два его движения прекращаются. От гриба к нематоде отходит росток. Он внедряется в тело червя и там быстро разрастается, пока гифы не заполнят всю полость тела животного. Примерно через сутки от нематоды остается лишь кожица. Примерно через сутки от нематод.